Книга «Открытым оком», вопрос 378. «Почему после грехопадения человека в раю Бог и знал его оттуда? Неужели иначе нельзя было поступить с человеком?» – отвечает Игнатий Тихон-Челаткин. «Бог свят и безгрешен» – Исайя 6 глава 2 стих. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савовов, вся земля полна славы Его». Откровение 15.4. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Пророк Аввакума 1.13. «Чистыми очами Твоими не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на протестение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее Его?» «Абсолютная святость Божия сообщается только с тем, что свойственно Ему», — говорит Григорий Низкий. Третья ездра, седьмая глава, одиннадцатый, сорок шестой, сорок седьмой стих. «Для них я сотворил век, но когда Адам нарушил мои постановления, определенно быть тому, что сделано. Я отвечал и сказал, вот мое слово первое и последнее. Лучше было не давать земли Адаму, или, когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешил. «О, что сделал Ты, Адам, когда Ты согрешил? То совершилось падение не Тебя только одного, но и нас, которые от Тебя происходим». По-человечески, когда мы в беззаконии зачата и во грехе родились, и живем среди греха и во грехе, нам странно, как это можно за одно только слово перевратить жену Лотову в соляной столб. «За чуточку измененные слова Моисеем, хотя он и друг Божий, он уже не вошел в обетованную, так же желаемую им землю». Псалом 105.33 «Ибо они огорчили духа его, и он погрешил устами своими». Саул хотел как лучше, а не так, как Господь повелел и потерял все. 1 Царств 13 глава с 13 по 14 стих, 15 глава 23 и 28 стих. «И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет в себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Тогда сказал Самуил, «Ныне оторг Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Римлянам 5.19 «Ибо как непослушание одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Бог удаляет грех и грешника, и ищет его через его добрую любовь и желание возвратиться, соединиться с Богом. Это и продолжается уже 7510 лет. От Адама до Рождества Христа Иисуса 5508 лет. 1 Царство 15.23 «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем».